Мусорных полигонов не хватает в Акмулинской области. С каждым днем ситуация становится все более критичной. Проблема не обошла стороной даже туристические зоны. Например, ни в Бурабае, ни в Зеренде нет специально выделенных мест для сбора бытовых отходов. А полигон, расположенный между двумя районами, доставляет неудобства местному населению. Подробности у нашего собственного корреспондента. Это мусорный полигон между курортными зонами Бураба и Зеренде. Ветер разносит нечистоты из переполненной свалки даже до населенных пунктов. Ветер сейчас, везде мусор летает, ничего не убирается. Просто бывает, там поджигают его или что, потом в городе дышать нечем. Местные власти в курсе данной проблемы. В Акимате отметили, что уже выделили земельный участок в 20 гектаров под строительство нового полигона и мусороперерабатывающего завода. Стоимость проекта 3 миллиарда тенге. Разработаны ТЭО на строительство нового полигона. Данный полигон будет находиться по данным же направлению, чуть дальше, в 5 километрах. Данный полигон уже будет с учетом всех норм. То есть это будет завод по переработке, сортировке и захоронению. В целом в регионе планируют построить 7 мусорных полигонов. Но в списке отсутствует город Кокшетау. Между тем, срок эксплуатации единственного в волосном центре действующего полигона бытовых отходов давно истек. Несмотря на это, сюда возят весь городской мусор. А чиновники затрудняются ответить, когда же, наконец, построят новый. Ведется разработка экологической части проекта. В июне месяце будут проводиться общественные слушания. После проведения общественных слушаний проект будет направлен на госэкспертизу. Всего в регионе 24 полигона. А еще насчитывается более 100 стихийных свалок. Чтобы оборудовать новые территории для выброса отходов и узаконить действующие, нужны большие средства и время. Ербулабишев, Абзал Азаматулы, Евгений Шинкаренко. Из Акбольнской области. Хабар, 24.